Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб 5-летний ребенок. Происшествие случилось в субботу утром на трассе Омск-Тара. Легковой Ниссан под управлением 30-летней женщины ехал в сторону города. По всей видимости, водитель на скользкой дороге неправильно выбрала скоростной режим, в результате чего машину выбросила на встречку, где иномарка столкнулась с пассажирским микроавтобусом. В результате ДТП пассажир автомобиля Ниссан, девочка 2012 года рождения, скончалась на месте. Водитель автомашины Ниссан и его пассажиры, также 7 пассажиров маршрутного автобуса доставлены в медучреждение. По факту данного ДТП в настоящее время проводится проверка, в результате будут установлены все обстоятельства происшествия. Женщину спасла подушка безопасности, а вот девочка ехала без какого-либо безопасного устройства. В отношении виновницы ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание за подобное деяние – 5 лет лишения свободы. И еще одно ДТП, в котором пострадали дети пассажиры, произошло накануне в центре города. На пересечении улиц Герцена и Рабиновича для автомобиля с регистратором горит зеленый свет. На встречу также на разрешающий сигнал едет «Ниссан Патрол». Когда внедорожник выехал на середину перекрестка, ему вбок влетел «Хюндай» под управлением «Амички». Патрол едва не въехал в машину с регистратором. В результате столкновения травмы получили пассажиры «Ниссана», женщина и дети 11 и 14 лет. Накануне ночью в Кормиловском районе сгорела машина вместе со своим хозяином. В третьем часу пенсионерка увидела во дворе Зарева и выскочила на улицу. Тойота была охвачена пламенем, а за рулем сидел 26-летний внук женщины. Молодой человек уже не подавал признаков жизни. Сельчанка разбила окно машины, но вытащить пострадавшего не смогла. Огонь уже перекинулся на веранду дома. Пожарные спасли строение. Иномарка выгорела полностью. Следователи установили, что погибший проводил вечер у друзей, а вернувшись, не стал заходить домой. Молодой человек решил остаться в машине, распивая при этом алкоголь. По одной из версий, в проводке произошло короткое замыкание, и хозяин автомобиля задохнулся, надышавшись угарным газом.